Друзья, всем привет! Йоу-йоу-йоу! Мы привезли пушку в сервис, чтобы подготовить её, просто посмотреть, что с ней, она троит, пердит, не едет. Как вы помните, мы потратили целый день, чтобы загрузить тачку на эвакуатор. Ну а пацаны, Тульский нам помогли, спасибо пацаны, вам респект. Сначала мы нашли шпильки, хотели вернуть её в стоковую разболтовку, но... Но вечером выскочили колёса на сайте объявления, я быстренько поехал, примерил. И теперь у нас тачка на колёсиках. Она на колёсах, но она не едет. Дом, я не знаю, что делать. Так, а это что? То, что хотел. Именно поэтому мы приехали в сервис, сейчас будем смотреть её, что с мотором вообще, как она едет, не едет, мы её разберём. И самое главное, попробуем её запустить, чтобы надрать бородатую задницу. Поехали! Пацаны, что вы тут делаете? Брат, знаешь, достали штрафы, достали. Вы, избежание штрафов, решили скрыться хотя бы здесь, понимаете, поплавать, чтобы штрафы больше не беспокоили нас. Что нужно сделать? Нужно скачать приложение штрафы ПДД. Это реклама. Ну да. Мы идём к девчонкам, превышает скорость. У приложения штрафы ПДД есть синхронизация абсолютно со всеми базами. И ты, мой юный друг, можешь не переживать, что твой штраф будет неоплачен. Потому что он будет оплачен 100%. Смотрите, оплатил штрафы и кайфует. Да, да ещё и на лодке. Девушки, штрафы ПДД, самое лучшее приложение в мире. Ты превышаешь, что ты делаешь, Брунгильда, остановись. Скачай приложение штрафы ПДД. Дай телефон, я скачаю тебе. Ещё немаловажный плюс этого приложения. Вы можете посмотреть фото нарушений, где, когда и во сколько вы нарушили. Аня и Оля, обещайте, что вы скачаете это приложение, и мы отстанем. Громко, чтобы все слышали. Мы обещаем. Сыплыви, Руслан, настигай. Скачать приложение какое? Штрафы ПДД. Молодец, Оля. Есть своя горячая линия. Любой вопрос, звоните, решайте. Всё удобно и просто. Какое у тебя любимое приложение? Штрафы ПДД. А знаешь почему? Потому что ты наверняка пользуешься галимыми приложениями. А штрафы ПДД это самый топчик. Топ из the best. В любой спорной ситуации, например, сотрудникам ГИБДД, вы можете открыть приложение, открыть коап и посмотреть все правила дорожного движения. Если люди не хотят скачивать, нужно настаивать, понимаешь? Доказывать своё, что это хорошее приложение. Возьми и скачай его! Ещё немаловажный плюс этого приложения. Вы можете оплатить штраф через телефон в один клик. Это очень удобно. Девчонки, забыл рассказать вам про пуш-уведомления. Приложение будет тебя само оповещать, если ты или ты, Кристина, вдруг получил штраф. Скачай, пожалуйста. Друзья, приложению доверяют и через него оплачивают свои штрафы более 8 миллионов россиян. Это очень серьёзная цифра. Будьте девятым миллионом, скачивайте. Ссылка в описании. А мы поплыли. Что случилось? Схомкни, заглохла. Она, короче, едет, но прострела есть. Мне кажется, либо бензо уже нету, ну, типа там всё, либо там свечи, катушки с маринадом. Температура в норме? Температура в норме. Как ты думаешь, мы объедем тюбурон или нет? Если она заведётся, то да. Сейчас её подшаманим буквально 2 дня и по-любому гонка наша. Вэй-6 звук, слышишь? Звук. Я пошёл. До свидания. Спасибо, что заехали. Короче, думаем, после полной диагностики отвезти на детейлинг. Главное правильно себя мотивировать. Например, зато не в кредит. Или у нас ещё всё хорошо по кузову. Поэтому, да вы слёзы, вперёд навстречу мечте. Посмотри, раз же её можно назвать гнилой? Вообще нет. Просто сухари. Мы будем загоняться, Жек, ещё. Саня, она поедет? Будем. Нам уже терять нечего. Пратрас выебнулись, блядь. Надо до конца ебашить. В общем, все вы помните историю с миражом. Но мы даже его не запускали. Сейчас едут по нему люди смотреть. Мы сейчас попробуем запустить его. И посмотреть, вообще едет он куда-то, коробка, как вообще заводится или нет. Погнали. Но мы честно сказали, что блок треснул. Масляный фильтр на коробке дрявый. Короче. Едет. Мотор работает херово, троит. Но мне кажется, лучше его заглушить. Под машиной сухо, паксипол работает. Мы продали эту замечательную машину Митсубиси Мираж. Чувак взял своей жене, чувак адекватный, тоже на праворулях машину двигается. Все рассказали, вот все, что знали. Про дырку в блоке. И говорит, чуваки, просто самая первая цена. Мы же не проверяли, коробка работает или нет. Он говорит, давай прокатимся. Думаю, ну все. Думаю, не доедем. В итоге проехали, все окей. Блядь, если бы мотор там был нормальный, вообще бы его нормально, бы пульнули. 55 тысяч. Дзынь. Пацаны, торгуйте честно. Все, что знали, сказали. Поэтому. Честные деньги, честные Феррари. Брат, правда, что ты выиграл кубок стартеров в 2007? Тебе нравится моя шуточка? Лицензию выдам, будешь тоже шутить. Можешь посмеяться для кадров. Типа смешно. Пробуй. Все, все, работает. Крутит. Померили компрессию. Что там у нас, Ань? В 4.12, в 1.9. То есть моторку все окей, да, с ним? Да. Огонь. Мое лицо, когда компрессия в норме. Что, руль подчинился? Да. Все, руль отремонтировал. Не стоит покупать новый. На одном цилиндре у нас нет нормальной стабильной искры. Нам нужно еще померить давление топлива, правильно ли оно или нет. И поменять провод, который плохо против него будет. Он дает нормальный руль в труб, понимаешь? Понимаете? Кучерява базарит моего, да? Сава. Сав. Какая у тебя машина, Баня? Вот и кто? Да? Да. Что, блядь? Она едет? Вот, да, сейчас поедет. Сейчас. Сейчас это как дают. Ну, вот Саня делает. А вот Саня делает. Как-то вот. Вверх-вниз она уже ездит, понимаешь? Сюда, сюда. Посмотрим. Правда, спускается медленный подъемник просто такой. Слушай, ну, твой прелюд, она как бы, ну. Не оставит его в живых, на самом деле, мне кажется. Чувствуйте дух нелегальных гонок. Раз, два, три, поехали! Не попав, приезжайте. А у вас нет! Всё! Нету второй! Всё! Да она была обратной. Йо-йо, всем привет! Если вы думаете, что я один, вы ошибаетесь. Просто я настолько закрыл Руслана собой, что его просто не видно. Настроение максимально хорошее. Потому что мы задымили пол района и продали ланцер. 120 тысяч дзинь. Плюс. Пацаны, небольшие плюсы, как, может быть, у наших бородатых дяденек. Но мы стремимся, мы стараемся. И даже сегодня мы с них, наверное, заработаем денег. Миллионы приходят, уходят, не в них счастье. Салудми и фамилия. За семью. За семью. Знаете, друзья, глядя на нашу машину, ей хочется только помочь. Знаете, я уверен, что процентов на 90-95 мы проиграем Тибурону. Но все равно я продолжаю выебываться и говорить, что вам пиздец. Но на самом деле здесь все печально. У нас второй передачи нету. Нету второй передачи. А прикинь, вообще мы выиграем. Все же может быть. Женя, скорее всего, там, не знаю. Может быть, опять на него торпеда упадет. Он там запутается, понимаешь, в проводке. И мы выиграем. В случае, если мы проиграем, что мы теряем? Ничего, брат. Мы проиграем только деньги. Знаешь, сколько? Пять тысяч. Дай на уху скажу. Коллаборация за пять тысяч рублей. Нихера уже. Классное придумал. Кстати, сделали стартер. Теперь не как на каких-то жигулях. Теперь она запускается вот так. С каждой атмосферой в этом колесе увеличивается шанс на нашу победу. Мы специально выбрали эту машину, чтобы сегодня проиграть Дубровскому. Могли, конечно, бы взять вот это, но надо поддерживать. Поддерживать начинание. Да. Когда-то будет наша, брат. Будет наша. Поэтому сегодня малышка отдыхает. Работает синяя. Душой Феррари. Жопой в ФТО. Что, давайте, я думаю, пизданем разочек? Да, но... Как считаешь? Я вчера проверял ее. Она не пизданет. Ну что, брат, давай первый тест перед гонкой. Ааа, жалко мне эта музыка, сейчас бы навалил. Это синдикат у вас делает. Третья. Ну так себе разгон, брат. У меня жига быстрее ехала. Ааа, сейчас под нагрузку попробую переключиться. Как форсажа. Активно рулите. Потом, когда надо переключить, переключили дальше на руле. Переключили дальше на руле. И так вы будете выглядеть крутым водилой, в конце концов. Грязные игры. Нет. у нас нету 1 у нас нету 2 у нас есть только 3 мы победим короче вы гоняйте с нами или очка нуля забей стрелку все тогда мы выезжаем на стрелку вам хана очень жарко нормально будет погнали называется успешность чтоб все знали что у меня все хорошо в жизни у нас денег миллионы раз-два-три а мы вас наебли решу короче подснять труса точнее тачку со стороны это просто жесть ребята машина успешного человека сразу видно что пацан всю жизнь гоняет в нелегальных гонках танцуй братан моя ракета пушка ракета короче решили стартануть с альтезой да в пол в пол посмотреть да посмотрим просто на старте забуксовался и вообще прям забуксовался он ушел со ст на старте давай сходу давай на третий сигнал давай что-то вообще да не чувствую попробуй найти третью серч даже братан задним смотри я пол давлю ну да шансов нет точку мэн пушка из пункта а через чикпоинт летят наши ракеты пушки ракеты пушки чё случилось выхлоп отвалился так его не было там не было там по земле пошел ты по кочкам когда я летел я говорю что от тебя что-то вылетело поехали да только я давай впереди поеду я тебе клюз в луку ферыча еще одна такая тренировка и передачи не останется вообще мы приехали на гонку ждали 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 часа три Жекич говорит то что сейчас подъедем сейчас подъедем сейчас подъедем и у нас начали закрадываться мысли что они что-то задумали у меня конкретно закрывать мысль будем искать звук брат ну да сам не знаю я он такой на дикой панике какой-то я искал звук ходила да мне кажется у тебя сейчас уже фобия из-за того что ты продал volvo война началась мы отключили все геопозиции когда мутили движуху с volvo но был один человек гуф привет который знаете не отписался это знаете это человек который когда ты удаляешь из друзей не отписывается вот так вот это гуф брат надеюсь ты не обидишься но ты а просто сделал этот контент и в принципе красавчик красавчик да он квадрокоптерщик как раз и оператор жени ну не знаю он же не на оператор наш и что вы сделали посмотрели по геопозиции они находились прям вот ну вообще недалеко они нас по-любому видят короче есть маза что они за нами следят как я говорил и в принципе мы понимаем что они где-то здесь в лесах хотим все нагрянуть что ты думаешь поехали 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 двигается он был в 10 в лесу сейчас вот здесь дальше решили знаете по правилам первым жанра да напасть первыми давай машину прячем туда давай 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 побежали лучше гуши гуши погнали 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 давай давай лестго поставили две тачки просто бросили у чьих-то ворот быстрее быстрее там геолокации скоро они двигают вообще все в этот день было за нас шлагбаум потом мы выяснили который должен быть закрыт время закрыт да он в этот день был открыт они нам не поверили говорят как вы что вы сделали вы договорились охраны что вы сделали вы снесли его потом выпендривались говорили что это качественная продуманная работа знаете на самом деле что было полная провязаться мы их нашли давайте украдем тачку я когда бежал я кричал вам давайте угоним у них тюбурон думали что делать и мы решили спрятаться тоже за забор оказалось мы зашли кому-то в бытовку потом я поворачиваю голову и там огромная черная собака я думаю ну все пацаны уже искал пути отхода а куда-то залезть и пугнул нет по соседству сне охраняла эту готовку черная большая собака огромную огромная собака хорошо что она была на привязи иначе бы как бы ну контент бы сейчас мы не записывал я вижу тибурон заведенный в котором никого нету да я даже направо не посмотрел я даже не знал есть ли там они нету мне только цель двери прыгнул за руль русу кричу садись все они сажают реваня бежит за руль я побежал на пассажирку а дима побежал к ванне короче оператор вот который нас снимает снял рука и сел к нам по привычке наверное думал это пассажирка моя коленка упиралась в ручку переключение передать просто мысли едут а три чувака в кибише на быстрой скорости по этим дворам в купе втроем на переднем на передних сиденьях налево доехали к машине к нашей я не могу рулить все у меня руки замкнутые русский патруль узнаете как как будто бы тебе 6 лет твоему корешу 7 и вы взяли батину девятку и не справляетесь на педаль и другой не справляетесь без гидроусилите понимаете вдвоем крутить у нас машину угнали да машинку угнали гриша поехали кто это был машину угнали быстрее блять сука прикинь походу психи ты думаешь наверно вычислили по гео локации где находимся просто взяли уехали нет ну не ложишь угнать дальше мы выехали к нашим машинам начали пересаживаться и тут гриша появляется сзади я сел в тибурон за руль ваня фотошку дима вальтезу зеркало смотрим там гриша я недолго думаю прям вырезал всех по моему и уехал просто вперед я еду за мной погоня в виде гриши сзади поддержка операторы решение ехал потом я увидел до отблески да да оценили блять шутку сука пацаны мы можем договориться все спонтанно мы ее угнали а куда ехать что делать мы вообще не думали об этом если дачку ждает все я буду следующую машину битами разобью мы куда-то едем 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 яма не яму все это выехали поток был шоке весь поток реально просто реально была погоня знаете голливудская погоня я на это выглядело красиво я я просто такой вышел из машины пошел и она уезжает прикинь гриша аккуратно пожалуйста ну блять на хуя вот они это делают блять 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 дебилы что ли блять мы потом выехали на какую-то дорогу меня гриша обогнал подрезал все я думаю что делать машину надо же отдавать заднюю навстречку и заднюю навстречку и начинает тормозить меня заносит думаю все сейчас куда-то я вшатаю жестко было да вы чё творите ты чё блять совсем ебнули дима перекрыл гришу я куда-то во дворы уехал да димас тупо перекрыл короче машину гришей благодаря альтезе и грамотному плану который сработал марусик оторвался придурки просто придурки сейчас короче рус там что-нибудь накосячить что-нибудь испортит и таким образом они видимо хотят гонку выиграть если так то блять но это вообще не честно я звоню говорю вань что делать где вы он говорит все нормально ты оторвался ну я и спрятался пока на участках просто где ваша машина вы решили нас таким образом устранить или что алё машина ваша где поторопить я звоню ванне с тачкой что-нибудь надо делать нет вообще он говорит да надо что-то сделать я сейчас спрятался где-то в поселке не знаю где вот снял сейчас надеюсь она не поедет выдернул провод тачка начала жестко оттроить она прям вообще ехать перестала прям как да не важно а где он мы его не знаем что за парень вообще блять кто сел капец он затроил жесть она вообще не едет вообще не едет вообще мало на тибуроне так как там кривой лонж капот закрывался не вот так вот а вот так вот а так Гриша увидел я не хотел захлопать капот думаю они только морду сделали что-то отвалится пожалел если скинули бронепровод и не смогли закрыть капот с первого раза типа мы не заметим будем ехать на троящей пердящей тачке то не так он пробивает да вот надо было просто потребовать выкупу чуваки если вы хотите видеть свою тачку целую невредимую а то давайте там 50 тысяч рублей реакция Женя я первый раз его таким видел он реально был бешеный рус сел в тибурон в шутку типа что-то отрывает Женя подошел просто нам нахуй руль сломал он начал нам ромать руль из-за того что я ему не отдавал вот этот высоковольный провод реакция Жены повлияло на наше решение касателей гонки. Да, мы четко понимали, что мы проиграем процентов 99,9, если мы что-то не придумаем. План был какой. Мы понимали, что у нас машина мощнее, и с первой передачи мы со старта по-любому прыгнем. И начинаем по двум полосам вырезать его, и до финиша думали так доехать. Не будем так делать, и поедем честно. Разгазовывай. Газу, газу, газу. Третья передача, бля, мы достигаем ее. Пацаны, слабо просто. С блогером, у которого канал полтора миллиона, поучите коллаборацию, запятак. Спасибо. Спасибо за коллаборацию, за пытащину. Не, ну все честно, мы знали, насколько... Мы выпендривались, мы выпендривались. Мы не дали заднюю, мы проиграли. Все по-мужски, все честно. Мы, конечно, стремся, бывает реально, даже в переписке стремся, но мы дружим. Не думайте, что мы тут прям... Я люблю, а ты любишь. Обнимемся, да? Все. Короче, мы приняли решение, что мы будем задуманные доделывать до конца. Не делать поблажек, не, знаете, не быть добренькими. Нету слов, чтобы передать всю мою любовь и нашу любовь по отношению к вам. Вы реально мотивируете. Разъебем YouTube вместе. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наши инстаграмы и на наш канал на YouTube. И, ребят, обязательно смотрите наши другие видосы. И задний сайт Руслана. Копи! На пирали! Копи на пирали! 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 Купил тебе пирали! А!